во имя отца и сына и святого духа аминь 1 корейфянам 3 глава 3 стих потому что вы еще плотские ибо если между вами зависть споры и разногласия то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете один стих и вот и выворачиваете перевод с крутизны и на крутизну внимательно еще раз прослушаем по одному слову будем и сразу для себя скажем во мне это есть а если перед играется плотские плотские юнистра все божие не наследует можно все соблюдать одеться по форме причащаться и вот это вот препятствие это ноги в оковах внимательно слушайте я сейчас приведу вам 26 свидетельств даже один человек когда поверьте не я вот он говорит двое уже мы будут нас принимать два или три свидетель должно быть я привожу 26 речь идет о спорах люди стали чрезвычайно справились спорливы ничего не знают я как-то сказал одно выражение его сейчас по интернету растянули спорит тот то ничего не знает а кто знает он возвещает истину снова слушай потому что вы еще плотские и дальше плотские и почему двоетощие пошли ибо если между вами зависть зависть споры так минутку зависть трудно в ней осознаться завидовать в интернете люди которые знают меня там тысячи мне завидуют да ну и чего ему завидовать стефана когда побивали и он говорит уже перед тем как войти на небо иосифа продали братья по зависти а братьям сказать они бы никогда не поверили они бы стали спорить кого там большие шка маленькие то у него и семи то своей нету и такое такое по зависти христа судили почему пила знал что судили и зависть и они не знали завидует всему вот обо мне говорит один очень известный человек очень могу даже назвать имя его андрей курай я завидую его на меня хорошем смысле человек свободный я когда говорю я не думаю а что скажите пископ местный или какой я говорю написано это что я сейчас говорю это не мое потом брат читает в библии он не знал что это читать придется грамотный до слуга богу и все точно это зависть это страшное на работе где по зависти съедают друг друга лишь бы выжить если жена завистливая другой где-то она придумает это переведет в ревность и дальше будет дома пожар и так если вы зависть его себе положи а вы как меня всегда спрашивают на вы как мне некому завидовать и некогда я понял только одно если ты на благовестии не ходишь то вот эти плотские качества тебя сразу приведут как клещ весной а а если ты свидетельствуешь то тебе некогда будет думать об этом православное главное обвинение это прелесть гордыня прелесть с апрелью в этом то есть я сказал по библии по слову божию что запираться не надо монашество это выдуманное христос этого не основал он говорит идите по всему миру а монашество говорят за стенки чтобы никто не слышал монасты и все стены они обнесенные но тоже разница большая и у священников вот шахтер работает профессиональные болезни легкие он дышит все время этими там пылью этой на заводе который работает если химический завод значит ясно дело чем он у него и бронхи все полетит у священников профессиональная болезнь ноги вены они стоят на одном месте а раз стоят на одном месте врач любой скажет за стоит все остальное отсюда идет почему апостолы не жаловались на ноги а говорили как прекрасные ноги люди обычно смотрят твои ножки у а тут одно только ноги благовествующий мир благовествующий благой и притом не где-то на вершинах гор то есть какие бы препятствия не было ты побеждаешь их вот я в солнце а во сколько вы ставите то сегодня попозже стал 230 только а то раньше стоят а остальные все в 4 40 опять у нас начинается моление почему ответить на вопросы люди ждут знаю что у нас время расходится сильно с европой ждут и знают что я уже встал теперь отвечать буду допустим зависти нету которые наши люди близкие они благовестники и здесь которые а вам кто-то может кто-то который не ходит на благовестия у него легко это он еще не занятый душа опустошенная почему это смоковницу сухую срубите у завистливых нету последователей потому что если кто за ним пошел он ему будет завидовать это так уже устроено и так зависть дальше 33 споры споры но сам себе скажи любишь спорить или нибудь любишь освященных молчит это не значит что они спорят он не согласен дальше будет виду не будет этого делать спор спорят везде абсолютно везде и на работе и военные между собой какую первую акцию сделать куда ракету послать я уже беру учителя между со спорят какой способ преподавания более приемлемой вот только-только сошлись и между люди и сразу начинает на кто главный кто главное допустим гаяч стал румын вроде бы они делают так что-то бросает мужской головной убор или что в погреб опорим этим но и муж жирой кто первый залезет кто шапку эту схватит тот и главный будет семье но ясно дело что она если знала где будет погреб она его аж выигрывать сотни раз женщина не понимает что если она главная в семье это пирамида опрокинутая всякая власть от бога все повторяет и понимает власть от бога это советская власть это все хорошее все расстреляли подряд уничтожили полстраны это ничего первая власть мужа над женой и муж будет господствовать над тобою ну доказательства какие нужно бывает редки но бывает звание генерала даже бывает а муж сержант обыкновенный вот вы знаете одна премьер-министр была в великобритании и и спрашивает у вас главное что но она железная леди она решает главные вопросы масонство ей главное мужа накормить чтобы доволен был остановиться дальше пойдет у меня легче то есть мужчине почте ли желудок идет как сегодня пишут одно обнаружили на семерых мужиков мужиков решила жизни знакомиться с богатым и дальше все готовит хорошее он лежит не поднимается только включает проходит год-два его нету болезнь это откуда идут и поэтому идите на благовестия никогда не спорьте спрашивают журналисты больше ста лет на один там норвегия но как вы сохранили себя до такого горячя никогда не спорил журналист да не может быть вот может быть и так мы с ним не стал спорить надо просто научиться женщина она не может это утлый сосуд утлый такой сосуд утлый слабый дырявый такой все только сказал все ты сказали обдумай запиши или повтори несколько раз а потом подойди спроси нет она мгновенно сразу же на одно слово 10 вытянет до норовит два слова сразу сказать если ты относишься к этому роду забору запомни у евреев есть молитва нижедневно молится господи благодарю тебя что ты меня не женщины сотворил а женщины спасаться намного легче щедородие все мука прошла дальше воспитывает все что им требуется уже в новом завете апостол павел говорит жене учить не позволяй ну павел у нее два высших образования не позволяю ее нельзя убедить в этом учить жене не позволяй не ласствовать над мужем запятая но быть в безмолвии жены проверьте себя я сколько разговаривал счета такое да вот только сказала она понесла это развал идет отсюда на 99 процентов вина то что не смолчала но есть лекарство я слышал такое как только муж тебе сказал не нравится сразу глоток святой воды вот не развивай так и держи в воде и ты увидишь как это поможет через месяц наладится все и так никогда не спорьте я это убедился еще раз сидя в камере я молюсь а в это время двое спорят я вижу этот неправ полностью более дело которое я знаю но не приведи бог встать на какую-то защиту ты сразу наживешь врага а враг это значит так ложку отточит и только лег спать и от тебя глаз выкнет знаете вот это что иосифа бросили с одного места из колодца потом в тюрьму обвинили в таком нехорошем деле а дальше пример министром страны будет если тебя никуда не трогали не в армии не было ни в монастыре ну нигде ты не был в тебе свой сок твой остается вино когда готовят и переливает и остаток остается опять переливает и многократно а ты был как вино непереливаемое и поэтому господь ведь я заброшу тебя как меч кидает далеко и поэтому не радуйтесь а у меня все тихо а у нас никогда в семье между почему а муж лежит на диване она сказала так машина нужна он пошел так мы едем куда один вопрос так он дальше он отвез опять на диване а ведь это все идея этому уже должны он должен знать ему придется там работать мы говорим не просто вот проза пока час и все покаялись если перед безбожника я могу считать как и ретара торствовать здесь конкретно мы пришли к школу а школа это школа надо запоминать и отвечать если было такое с мужем сегодня начни по другому ко мне обращаются из наших помолитесь жена неукротимая и мы жжем у меня все распределены куда болящие перечисляем отдельно путешествующие там вуза сидит кто-то по группам чтобы не забыть поэтому я на память все знаю и непокорные жены у меня в отдельной графе но ясно дело что они живут с мужьями еще и муж никто-то говорит я ничего не могу из-за того уж кроткий лишнего слова не скажет она этим пользуется а лекарство есть какое есть я знаю на все лекарства я хороший врач почему мне библия научила но совершенно не слушается не надо это говорить она будет слушать тебя а как поехать договориться с рамзаном когда здание селе где-то там в чечне и подойти как сакалом и сказать уважаем они любят это слово я попрошу помочь мне как у вас чтобы она слушалась у него 4 жены ни одна ни одного слова против не сказала если она сказала а он во дворе а у их аграда дубал называется из глины и он кричит сосед дома дома так со своей айшо я развожусь ему назад слова нельзя взять он слышал он должен три раза крикнуть все айша уже в комнату не заходит почему все ее манисты все в косах вот а весь его багаж здесь но если у нее ребенок кормит до трех лет может кормить потом выметиться только лишь бы у него не было 4 5 1 200 свадьбу справляет но закон ни разу не нарушил нужно 5 4 долой я просто рассказываю обычный какой и они научат мне рассказывать я ничего не мог с ней сделать а сейчас делаю а как а я приехал говорит и рассказы где там чеченской она сразу с первого дня он пришел там после получки там ну может быть помахал руками даже пятен то нет на ней и заявление написала сказал участковый пиши написал так где он муж арестовать как арестовать от написала все так какая-то такая до пяти лет а как я буду жить разговор окончен пять лет я постараюсь что по максимуму дали ему ну-ка я куда у меня 5 ребятишек не согласна значит сегодня я тебя сажаю явно здесь советское время еще ты у меня оттуда не выйдешь пока не подпишешь бумагу что против мужа слова не скажешь никаких спорных не будет согласна все кончилось и она краса податливая хорошая русская замечательная женщина умная она так спорок не должно быть я никогда не спорю почему я возвещаю истину я прочитал он раз другой спорит я делаю метку еще немного я вижу бесноватой третий раз я его черный список и расстались спорить не надо и так спорит плотской человек еще ибо если между вами зависть споры и разногласия вот он пишет верующим пишет тимофеев разногласия то у нас бывает по жизни то а я так думаю один сказал сме от своих мыслей тошнит а я еще что это ты покажи что нам бог говорит откуда я знаю тогда и молчи все надо сверять словом божиим святая библия да не уходит из рук твоих но поучайся ней день и ночь дабы в точности исполнит написано в ней тогда будешь успешно во всех путях твоих если она не покоряется слову божию шансы все ушли не думаете что то это готовы с гортиной так ухаживать за женой что в одни которые видимо получка была из дома слышит такой лёв будто лев терзает свою добычу а то люди горжевут к голубкой голубей не держал ты не знаешь голубь по-другому с ней не разговаривает как одолбить ее он за ней гоняется пока не загонит гнездо и она тогда замолкал он занять смотрите и хуже щеченца я держу голубей 70 лет у меня огромный опыт к слову сказать пятницу мне будет ровно 83 5 если я выезжаю тут то будет помнить помолитесь итак это основной стих который у нас будет прочитали до конца все теперь по порядку оттуда точно исход 22 9 я говорю о споре что мусульмане это поняли что если она жила дома при родителях один колым а если она где-то в городе училась в два раза дешевле делается потому что мне уже то мирское вошло раньше считал да она грамотно надо больше платить сейчас наоборот горит делает придется с ней работать и время тратить 22 9 22 9 исход а всякой вещи спорной о воле о воле об осле об овце об одежде а всякой вещи потерянная который кто-нибудь скажет что она его дело обоих должно быть доверено до судей кого обвинят судьи тот заплатит ближнему своему вдвое интересные свечи а некоторые не могу понять если своровал овечку и наказал заплатить 4 а если быка крупно рогатых 5 я долго думал ни один святой отец не объяснять я тогда стал приглядываться на быках пахали и поэтому весеннее время этого не только потерял мясо он потерял трактор потерял сеялку 5 и разговоров никаких нету вам спорить не надо и спор разрешает судья священник у нас кому пойти мы знаем более сильный способ это смотреть здесь и найти кто знает библию он прочитает мать и желает уезжать мне пишет из италии я пожила здесь дети уже выросли две дочери не верующие я думаю переезжать сюда настроена чтобы монархия была в россии но я не знаю хотели не ехать я слышал что вам бог отвечает как в италии ну да так освященник что ну да ладно я буду молить этот ответ придет от бога я люблю получать от бога неделя два месяц название вы нет ответа однажды месяца три прошло только я сказал нет и сразу опять пришел я даю сигнал ответ пришел какой я говорю открывай библию я вместо писания показал я не добавил ни одного слова а теперь с этим напиши пойди к духовнику помолитесь ему заранее ему скажи в чем дело и как он тебе ответит вот так и поступи еще сделал не так присвоил что-то нет а у нас нет от подпадает это все уходит да я уже все собрала она уже в узелки там у двери держит она пошла он помолился и сказал тебе ехать не надо ну конечно она разочарована была а сейчас успокоилась и все как надо на ведь какая тут монархия тут одна анархия остановись я всегда даю ответ согласно слова божия и если тебя знакомый близкий знающий кто священник там епископ патриарх позвони и бог тебе ответит и ты увидишь и ты вас славишь бога и так 2 царств 15 4 некоторые сразу не уходите с той где были потому что бывает и надо два раза два стиха 2 2 царств 15 4 заметьте это все разные места разные авторы и гаврила и салон о если бы меня поставили судьей в этой земле ко мне приходил бы всякий кто имеет спор и тяжбу и я судил бы его по правде вот по правде судить это сильно привлекает людей давид царствует сыновьям дал полную свободу у давида псалмопевца у него такой яролар в семье был брат насилует сестру другой брат перерезает ему горло за это там чего только не было а потом один захват стоит в дверях ворот в воротах и вот если бы меня избрали царем меня проголосовали все депутаты там разные вот я бы споры все разрешался сам какие споры первую очередь отцу голову отрубить наложник взять переспать с ними и он это показал чем он грешил вот этим делом и поэтому он был самый красивый я так и не мог узнать сколько у нее три или четыре килограмма волос и вот когда было унес на себя и в это время война была и он зацепился за ветки знаете он висел болтался как недозрелый плот златоуз говорит и все кончилось и итак я бы спор разрешил это обманщики мы придем к власти земля крестьянство заводы в фабрике рабочим ничего нету за земли 12 миллионов самых лучших раскулачили убили это обманщики если бы он сказал что вы мы придем как только к власти начнем уничтожать подряд дворянство казачество священство под корень вырезать никто бы не прошел но здесь такая свобода будет мы свободы финляндии польше даем а своих вас загоним и вы знаете о ком говорю эти вещи броневика и очень обманчивые и так его 17 2 если бы не насмешники и то и среди споров их ока моем пребывало бы спокойно то есть когда обвиняют в чем-то я бы спокоен был если бы они поступали по правде я иногда говорю и люди даже не верят неужели у вас только врагов на сегодня от ночи допустим 84 звонка большинство с угрозой с руганью речь идет о десятках я иногда даже не знаю как снять надо туда все это выгнуть я к примеру говорю было 72 мы уже у дверей стоим отворяем ворота наконец-то с украина вы там сказали мы виноваты понятно угроза не с пустыми руками а бог я ничем не связан я сегодня утром только этим когда я как раз пришел оттуда воевал и здесь я влюблено да я подписан контрактник пойдешь за смертью остался живой чудом остановись давай помолимся вместе он дома там становится я здесь и начинаем молиться бог тебя покажет без тебя разберутся он вывел тебя сегодня чудо какое-то остался живой останьте его об этом самое говорит и 31 глава 13 стих если бы я пренебрегал правдами слуги слуги то и служанки мои когда они имели спор со мною то есть кто бы не спорил а это у него самый богатый человек востока был десятками тысяч исчислялись овцы верблюды верблюды и спор а спор всегда бывает но никто не знает как он разрешится вы помните как две женщины обе без мужей у обоих ребятишки одного возраста спят на одном на одной кровати там это где-то и она вообще-то повернула задавила ребенок очень крепко спала иные так спят женщины что хоть вынеси ее из дома она даже не знает у меня в лагере были такие не можешь будить бесполезное дело бери и вытаскивай она проснется уже говорится через три деревни по провезли и и как здесь так говорит мой ребенок другая мой вы знаете решение никто бы не решил это сам он решил показы сошел с трона твой ребенок ну мертвая это ее а живой разрубите пополам по половинке каждому родная мать закричала не надо вас пусть отдать ей потому что ты едите хоть она чужих руках но будет живой а это режьте это не мать эти как просто но судить надо знать как чего человек ищет верующий или неверующий и вот об этом и сейчас даже служанки между собой спорят да это мелочи для тебя мелочи а она плачет о курочке потому что она единственной кормилицей было и ты на это обрати внимание пошли дальше считаю пища 18 9 19 19 19 салам он нам говорит жребий прекращает споры и решает между сильными нельзя никак решить тогда жребий бросают так это ненадежно молиться надо а вы советуете никогда я не знаю что перед этим было как они вот когда избирать патриарха решили восстановить патриаршество и голосовали депутаты были и меньше всех набрал тихон белавин но не знают ну как внутри то избрана и тогда какого-то старца нашли схема нах слепого привезли я не знаю куда они в шапку или ведро положили три тихон антоний храповицкий основатель зарубежной церкви там и все и он там кое-как нащупал вытащил там свернута весь зал замер все знают больше всего антоний храповицкий открывает а у него меньше всего было тихон а вот в это время кажется в канаде был епископом патриарх он понял сразу понял как захарий летит свиток и на нем написано беда говорит вот понял что ему придется перенести не один до него не приносит а тут начали убийство священника митрополита киевского владимира убили бы большевики пришли ночью взяли вытащить вытащили убили ну не это антивласть демоны вырвались на свободу и вот здесь говорится об этом писала моно иеремия 15 10 переходим на иеремию это мой любимый пророк горе мне мать моя что ты родила меня человеком который спорит и ссорится со всей землею никому не давал я в рост и мне никто не давал в рост а все а все проклинают меня вот ко мне приходили на занятия в университете выходили если были милиции готовы все время каждый день про милицию говорите если были православные все время против врачи на эту серию учителя вы всегда против нас то есть я спорю как будто со всеми почему я показываю как вам отвечать за развал россии на первой скамейке подсудимые будут сидеть священники и учителя имевший доступ народу не врачи не милиции тех которые учили учили неправильно молодых как горит ногтей порченные дети растут а что с ним делать построже надо держать не давать воли кое от чего отлучить и тогда ты увидишь как и страха если больше не посеешь в детях ты потеряешь их страх божий на первом месте наша мать неграмотная она это вложила и говорила где-то написано бог сказал терплю до конца буду мучить без конца ну библии нет такого выражения но понятно что это из библии и мы этого как огня боясь и главное только в пионеры не вступайте комсомол только не танцуйте ну а дальше все там не пей не кури не мать не свернослов женщинами дело не имеет это уже второстепенное главное вот она пока а иначе от и муки конца не будет мне на 5 лет уже было это вложено я все думал конца не будет это же конец нет 1000 лет конца нету в тысячу лет увеличить это страх такой всегда находила я всегда не дело что мать говорила я знал я умру я буду в аду а почему я не могу объяснить мне внутренне это было показано я не оправдан грех на мне и послушал непослушание какое-то думы там или что-то смотрел до времени пока в руки не попало евангелие и отныши 27 сентября будет 60 лет как я держу в руках святую библию и бог меня нашел меня не уговаривал никто оставили вышли через полчаса я уже совершенно другой я прошу вождите в людях страх божий а он мать не слушает да мало мало мать ругается злословище отца и мать смерти умрет сквернословы матеряшинники все приговоренные смертники а они должны умереть если не покаяться а родители теперь умерли как проси у мертвых у мертвых тоже можно просить прощения а как ну как 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 куяна златоуста просили педосе младше когда мощи не слева пришел свиток написал ему положил бабка моя дата мать там и вдох стигнала тебя не справедливо прости нас грешных и говорят будто бы руку взял он и свиток этот также было когда митрополит филипп был убит иваном грозным то алексей михайлович вышел на встречу когда мощи переносили точно также в россии и прости лютость моего деда я не виноват в этом но это моя кровь я от него надо научиться просить и у мертвых родители особенно родители если говорит злословишь и проще господь говорит чтит саймать и будешь долголетие на земле срок жизни бог будет продлять тебе языки или 4424 при спорных делах они должны присутствовать суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои и при и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои то есть все который кто-то спорит как воскресенье можно не можно нельзя работать все здесь заложено марка 8 11 посмотрим новом завете кто спорил споры были но если написано и с учениками спорили со христом спорили а он а он не спорил он возвещал истину и мне эта мысль пришла что верующий вообще спорить не может он сказал это что у меня не сказано доказывать ему а теперь молись вышли фарисеи начали с ним спорить и требовали от него знамение с неба искушая его спорили с ним вы знаете у нас открытым оком 33 тома но 30 в этом варианте в книжном и там я задавал вам вопрос напишите как кто пришел бог если нас сидят некоторые которые не написали как богу пришли как оказались в общине придется рассказать потом где-то и там записано а книги разошли далеко и вот один считает в америке и звонит наша сестре марина это выписали да и она буквально со второго ставы кто на мы тут а кто вы поверили баптисты до катаритики вы должны покаяться она сходу началась беседовать как благовесник какой прямо сразу это наш потом рассказывает а как а вот сидим мы у брата во фрунзе и баптисты собраны все хорошие я их всех знаю идет спор я ответил бог не требует служения рук человеческих тестов заметили что я крещусь а бог не требует начать нарушаю я в рукам он сказал ну в афинах а были там верующие да нет павел первого как мог запрещать то чего не было когда христианина но не ставится свинтофор на острове гене одной машины нету ну да а тут мать приходит их и тоже я перекрестился она бог не требует служения мама не надо мы уже все это прослушали и вот этот человек уехал в америку сломалась машина и и он там где-то остался один остальные за инструментом я попутно рассказываю и вот он там один ходил и через 20 лет эти беседы причина памяти он все принял никого не было никогда ты хоть раньше то думал об этом да и не думал как это так тысячелетнее царство все я остался один да тут же все ясно написано оставьте расти до жатвы как это может пшеница за тысячу лет раньше быть на небе это сектанты так учат а то я сказал и посеял не сразу растет есть так и такие какие-то пшенищинки или как сказать в пирамиде у фараонов три тысячи лет назад оказалась готова к схожести так что будьте довольны тем что позволил господь сказать а потом на руках молитвы несите его 914 здесь же следующий марка 914 придя к ученикам увидел много народа около них и книжников спорящих с ними книжники спорящие с ними это заметьте верующие нигде не написано что они спорили и это мне не доходило на 50 лет я никогда не обращал внимание теперь понял вот почему я не спорил а это вы спорщик а почему так не соглашаетесь не соглашаюсь это не спор это утверждение истины я твердо этого держусь дальше лука 22-24 маленько продолжительно будет но зато тему может до конца вычистим никогда не был же спор между ними кто из них должен почитаться большим видите даже между щенеками кто больше ну давайте спорить кто важнее здесь я прямо могу сказать кто важнее тот без которого нельзя дальше делать важнее батюшки у нас никого нету поэтому молитесь всегда чтобы если батюшки не будет бог дал нам священника рожденного свыше чтобы он был благовестником дальше и она что я ангар 6 52 ведь и марка посмотрели что лука кто спорил и вы никогда уже не будете спорщиком если будете помнить этих людей около себя они вас удержат тогда людей стали спорить между собою говоря как он может дать нам есть плоть свою это самый спорный вопрос 660 миллионов людей протестанты называются они спорят об этом это только воспоминания ввы не воспоминания взял хлеб уверить и взял хлеб и согласитесь сидим и за столом комнате до утра это беседа всегда же мы были подал и говорит все есть плоть моя он взял хлеб запишите а подал что вот откуда вы берете что подал хлеб но это воображение нет эти воображения так у вас в голове и все и споры закончили закончилась пресс-фитер обратился да не просто простите руме и песков назывался старший пресс-фитер как вы спрашиваете я полностью принимаю все спорить не надо если ты молишься и угодно богу он сделает так что проникнет туда деяние 69 некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из кирики и асии вступили в спор со стефаном алиса стихо заметили каждый раз читаем дальше 17 18 верующий не спорить я повторяю не спорить ни о чем если мы решили этот вопрос и искать ответ при том по этому слову бог будет свить вот это самое главное 12 48 в ангеле тяна господь говорит слово которое я говорил она будет судить последний день для меня это был как говорят рубикон я понял что все мои знания все мои книги ну когда еще ничего этого не было просто мирское они уже не потребуются обо мне в книге которая 3000 ссылок только в каждой книге притом не просто местописание даже некоторые из эпикурейцев из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним и одни говорили что хочет сказать этот свои слов а другие кажется он проповедует о чужих божествах потому что он благовествовал им иисуса и воскресенье они поймали иисус это бог а в них анастасия этого анастасия воскресенье он воскресенье говорил и они приняли что это разные бабуги да дальше дядя тут же сразу 18 15 рядом но когда идет спор обучение и об именах и о законе вашим то разбирайте сами а я не хочу быть судьей в этом вот правильно он еще не разбирается мирской человек с отряда будет еще и он правильную позицию еще буду спорить с вами кто там и сам пророк у вас как у мусульман мне ли об этом спорить идите в отсюда все прогнал их но не там тоже по-своему стали бить камнями павла побили вытащили за город бросили и дальше 18 15 прочитали 23 9 10 23 9 10 сделался большой крик и став книжники фарисейской стороны спорили говоря ничего худого мы не находим в этом человеке если же дух или ангел говорит ему не будем противиться ему но как раздор увеличился то тысячи начальника пасали чтобы они не растерзали павла повелел воинам сойти взять его из следы их и отвести в крепость этика начальник понял а сейчас спор не прекратить они доказать не может они растерзают его и уже когда он говорил павел уже друг друга толкали ты слышишь и набралось таких 40 человек 40 одинаковые здоровые женщины поклялись перед богом есть пить не будем пока не зарежем это прямо сегодняшняя обстановка на востоке но получилось умирать от голода потому что павел его начальника ему 470 воин отдал и ночью отправил 24 12 тут же деяние 24 12 прочитание 24 12 и не в святилище не в синагогах не по городу они не находились меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение вот если ты не спорил это в твою защиту нас уйон говорит я ни с кем и спорил спрашивайте где хотя когда был в лагере потом вскоре обнаружилось указание было всем ко мне не подходить и не говорить а я мог сливом подходить говорить лишь одного нету приходит едва голову держит а бьет черенками лопаты у охранников за то что я с вами разговаривал но если я доложили бы я первый начал говорить поэтому я поневоле должен был ходить и говорить а мне бог поставил защиту и защиту на тех кто посадил московской кгб какой-то дали знак даже пальцем нельзя прикоснуться и поэтому сама разговаривали так я никогда то они же посадили они же меня охраняли чудо боже ну это не выскажешь даже как и 2519 ведь и мы проходим попутно историю первоапостольской церкви 2519 но они имели некоторые споры с ним и об их бога богопочитание о каком-то иисусе умершим на котором павел утверждал что он жив это прямо в условии православные точно сам и дальше двадцать восемь 22 29 2 стиха 28 25 глава так 22 до 2 стих и 29 22 впрочем желательно нам слушать от тебя как ты мыслишь ибо известно нам что об этом учении везде спорят христианстве везде спорят это первый век а доказательство только одно иисус который был он мессия был или нет двадцать девятый когда он сказал это иудеи ушли много споря между собою уже между собой а почему слишком не похож был тот образ который преподали им и какой явился почему написано иисус пришел своими свои не приняли его а тем который приняли дал власть быть чадами божьими у вас у всех и кто верит во христа есть такая власть быть дитем божиим усыновление молиться отец сущий на небесах римлянам так не нужно коринфянам 1 коринфян 11 16 еще три места а если бы кто захотел спорить то мы не имеем такого обычаи не церкви божьей теперь все еще минутку заметим мы апостолы христиане не имеем этого обычаи не церкви божьей и когда увидите спорят о чем-то не имеешь и сначала послушая потом видя кто прав или скажи тебе надо отступить опять карабах за землю карабаха азербайджан и армения сражаются ко мне сразу сколько раз это уже было что надо делать и спрашивают армяне я выскажите а кто из вас христиане ну кто мы армяне вы в каком веке приняли христианцы я в десятом девятьсот восемьдесят восьмом а мы мы первые в мире первые мире евреи приняли вы приняли четвертом веке они даже не знают но четвертое между нами полтысячи лет я вдруг уступите и там ничего другого нету бьетесь из-за этот карабах уже сколько лет сколько погибло армяне не по всю меру россиян это боевать некому доход на душу населения в три раза больше в азербайджане там нефтепромысл а вот их ничего нету и когда были с одной стороны другую переездить нельзя враги мы даже только в грузию а она нейтральная одета так туда вот сейчас нам собирается из германии нету на крещение нету а сербия с нами друзья все берите а сербия с москвой дружит ну и нуждет скажи игра и здесь определенно четко говорит церкви не имеет обычно спорить проверим себя бывает такой спорщик то он слышал нет не так вот так два перста или три изображает всегда а я написал и показал в том и в другом элементе ереси да как ереси а так на кресте страдала не божество человечества христа он бога человек божество бесстрастно бог не раскаивается бог не может отречься самого себя он не страдает и радовался бог это только для нас богу и сойдем посмотрим действительно богу надо сойти где-то с облаков смотреть миллиарды световых лет где в космосе и там бог а как доверить что умирал человек и этот человек 5 ран получил чем по человечеству бога-человек и благодаря его рано мы спаслись а это бога-человек считать троица это бога-человек нету первые христиане златоузгод поднимали один перст но бог единый а вот у католиков 5 и они слева направо ты господь и бог глава всему родился селезеву марию нас стоящих на левой погибельной стороне и путем круг пролитой крови пяти ран перевели на правый абсолютно правильно я не католик и так не молюсь 1 тимофей 6 5 верующих нет обычно спорить просто сказали сразу обдумай и постарайся друг раз тебя могут не подойти это уже не сделаешь поспеши на помощь бегите чтоб получить 65 пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины которые думают будто благочестие служит для прибытка удаляйся от таких это все спорит отойди не надо меня научила это жизнь когда я был там где нельзя было сказать не надо а почему вы не опровергаете а меня бог не послал изучать буддизм и говорить им а послал по миру нести евангелие и поэтому беседуя с мусульманом я говорю написано 4 12 диане апостола нет другого имени под небом данного человеком который надлежало бы нам спасись вот у нас на 5 ты попадаешь сюда или нет ты его не признаешь а галатом 18 написано мы апостоли ангел с неба будет не то благовестое да будет она пиво по нашей книге тебя на пиво сразу замолкают я вашу книгу не трогая по своей я не критикую не спорю есть люди которые близки близки из мусульман но все уже приняли только осталось крещение принять тоже даже ты не участвуешь в этом навсегда поминай у меня очень большой контингент только на одном канале 71 миллион просмотров но это понятно это больше чем полстраны нашей титу 3 9 глупых же состязаний и глупых же состязаний и родословий и споров и распри о законе удаляйся ибо они бесполезны и суетно у нас родословных нету я дальше дедушки никого не знаю они знают мне оттуда то из такого-то колена и сразу отойди от этого глупые споры я не спорю а он не согласен я сказал все если ты не принял за счет закрыта неизбранным своим он откроет вот и человек заходит вот прям утром сегодня я ничего не могу сделать и хожу и исполняю и причащаюсь там каждую неделю и опять падаю в грех доход потому и впадай что ты причащаюсь тебя что заставлял каждую это неделю да не просто так а ходили пили блудили а поп стоит и вот ответа ты не будет зато он за тело моего дам сам нежели тело господне недостойно причащаемся сегодня обман это этот самый большой обман и мере из церкви я вот этим украинцам отвечают кто у нас развратил православную церковь ваша оттуда папы ехали когда ладошкой они там от католиков все это нет ни одного папа крещеного нету и поэтому вы насадили здесь и что делает показывает как крестит это это цирк ребенка одетого поднимать кверху вот так быстро переворачивает и головой туда в воду опять стряхнул ножки туда а тело одет и он сухонький пошел домой опять следующее поднимают вот так высоко вниз головой вниз туда его я никогда этого не видел как-то ужас нет крещения нет прощения и вот они все здесь развращали бритые такие дебилы и вот теперь пришел меч господень на вас так вы за войну нет я не за войну но я не прошу победы никому я знаю что это меч господень потому что вы развратили русское православное православие здесь это вся зараза оттуда шла все елеся до одной все с украины шли а то у них как плацдагм и евреям 616 и попутно серахов 1 9 будет так деле не нужно для тебя никогда не спорь люди клянутся высшим и клятвам во удостоверение оканчивает всякий спор их даже если он есть будет окончен богу нашему славу за все его милости еще веки аминь 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 аминь